Всем привет! Сейчас мы находимся на стенде компании CENIX и сейчас мы с Андреем подготовим вам небольшую обзорную экскурсию по стенду. У нас здесь зонирование идет по разным категориям инструмента. Ну вот сейчас здесь мы находимся рядом с аквариумом, где попозже мы сделаем вставку, где мы будем пилить над брызгами воды, скажем так. Блок, Блок Боджет, это наш второй бренд бытового класса. Здесь у нас представлен электроинструмент и садовый бензиновый инструмент. Газонокосилки и снегуборщики. Причем газонокосилки есть как аккумуляторные, сетевые, так и бензиновые. Я так понимаю, некоторые вещи, они в стенде все представлены, да? Ну, скажем так, это упрощенная версия CENIX, да, то есть если, то есть в CENIX реализованы какие-то дополнительные функции, преимущества, примочки, функции, которые, ну, которые, естественно, закладываются в цену. Здесь, как бы сурово, ты платишь, как бы, вот за эту технику. Ничего лишнего. Оптимальная сочная цена-качество. По CENIX ты также платишь дополнительно за какие-то удобства. Аккумуляторы подходят? Нет, аккумуляторы свои, специально было сделано, чтобы, ну, к сожалению, не покупали аккумуляторы боджет и не вставляли в технику CENIX. Ну, вот это бензиновая, это сетевая. У нас в ассортименте три робота-газонокосилки. Здесь мы представлены средняя модель, она работает по контуру, то есть вот есть ограничивающий провод, которым вы должны ограничить зону кашения робота и он косил. Обратите внимание, он работает от аккумулятора тоже CENIX, который съемный. При разрядке он либо сам заходит, либо вы можете, чтобы не тратил время на зарядку, менять самостоятельно. Есть еще старшая модель, она работает по спутнику, по GPS, ему уже ограничивающий контур не нужен, он будет работать, ну, от приложения как-то зададите ему участие. А если дождь? Если дождь, то видите, датчик дождя есть, он сработает, как и того, как у этого, и он уходит на станцию. Да, уходит на станцию, то есть рекомендуется сделать какое-то ему укрытие. Ну, у него, конечно, защищен, но для большего защиты рекомендуется. Мы начинаем поставлять в Россию райдеры. Это такие уже промышленные газонокосилки для ухода за газоном. Вот эта модель работает как от аккумулятора, так и от бензина. Вот это чисто аккумуляторная модель. У них две деки, ширина каши не примерно метр. Так, всегда можно два аккумулятора, четыре даже, да? Четыре аккумулятора. Да, да. О, еще сверху. Да, четыре аккумулятора. Четыре аккумулятора. Бензин? Бензобак. Бензобак, да. А не опасно вам, аккумуляторы и бак рядом. Коллеги говорят, что все защищено. Вот там можно подснять. Вот здесь все пройдет. Так, а в большом чисто аккумуляторе всегда надо поставить восемь аккумуляторов. А, не шесть. Шесть аккумуляторов, но для работы ему достаточно двух. То есть от двух аккумуляторов он спокойно работает. Возможно, для шести это для того, чтобы продлить время работы. Так, ну, у нас новинка этого сезона. У нас две газонокосилки. Бензиновый Senex появляются на хондарских двигателях. То есть, карбюратор Вальбро, свечи Бош, металлическая дека. То есть, как все просили, вот мы все больше и больше заходим в бензиновую тему. Все отказываются от бензиновой, но она все равно остается за бомбардами. Ну, да, это старшая модель. Ну, там, с двумя различными объемами движка. Здесь представлены аккумуляторные версии, сетевые газонокосилок. То есть, это вот, это аккумуляторная версия. Это сетевая, это аккумуляторная постарше. И это серия X2, получается. Ну, это X2, получается, что это 40 вольт, ну, либо 36 вольт. То есть, он сразу питается от двух батарей, как одновременно. Снегоуборщики. Также вы... В этом сезоне мы запустили бензиновые триммеры. Сейчас в продаже доступны бензиновые цепные пилы. Воздуходовка. Воздуходовка, начиная от маленькой 20-ти вольтовой, большая 20-ти вольтовая. Это уже 40 вольт на двух аккумуляторах. Бензиновые воздуходовки, ранцевые и обычные. Обычная бензиновая, она еще с функцией пылесоса. И... Секратор. Секратор, да. Вот, его еще в продаже нет. Значит, аккумулятор нужен. Два режима. Широкий и узкий. Причем, будет еще возможность заменить вот эти ножи на ножи, которые могут полипропилен резать. Далее идут мини-цепные пилы. Мини-цепные пилы. Вот, очень хорошая модель хит-сезона. С подачей масла. Да. С подачей масла. Все как у взрослых. Усиленная вот эта крышка верхняя, она... Как бы нет, здесь вот этот узел усилен и как бы не протирается здесь, как у многих. Зарядка двойная для больших конкурентов. Да, двойная зарядка, ток заряда 8 ампер. Из новинок. Из новинок мы заходим в категорию принадлежности и оснастка. То есть, сейчас у нас уже на наличии есть диски. Также мы везем буры, сверла и наборы бит с сверлами. Есть ножи. Смены ножи для газонокосила. Новенький вентилятор маленький. Прибойный. Есть прищепка, зацепить его куда-нибудь. Удобно, чтобы он был. Медиатюрный. Появился он был или появился фонарик? Он был как... Мы все не могли его привезли, вот сейчас привезли. Обычный фонарик. Казалось бы, простая модель. Но сейчас пользуемся спросом. И сейчас будет готовиться, ну, более навороченная, как бы, версия. Цена его, как она будет? Эта цена, по-моему, в районе 1500. То есть, тушка. Конкурентов 1000. Да. Но это на одной платформе. Потом, смотрите, вот у нас была болгарка бесщеточная. 125-й диск. Болгарка была 230-я. И вот мы привезли на 150-й круг. На бесщеточная. Из новинок также у нас есть... лобзик. Убана. Маятник и ход. Бескручевая легоровка пилки. Бескручевая смена пилки. Легоровка оборотов. Это удобно даже без ключа. Да-да-да. Из новинок также, как вы помните, у нас была орбиталка. Уже в продаже сейчас появилась виброшлифовальная машина. Дельтавидность. Дельтавидность пилерпальная машина. И, скажем так, 2-килограммовый аккумуляторный перфоратор. Трехрежимный. То есть у нас был раньше такой суперлегкий, примерно один джоуль, двухрежимный. Дюбельник. Да. А это уже, по-моему, тут один. Режимом удара. Да. Здесь два джоуля с режимом удара. Ну, в принципе, тоже. Подключается. У нас вот идет вот такая вот насадка, которая может быть использована. Она и сюда подойдет. А вот на эту я вижу. Да, она подойдет. Причем здесь честная, как вы видите, активная система виброгашения. То есть как вот у серьезных игроков, скажем так. Пойдем, побили. Пришел в продажу, уже доступен дековерт с крутящим моментом на срыв 2,5 тысячи. На затяжке 2,5 тысячи. Три скорости, подсветка, регулируемая яркость и режим на приоткручивание. Видите, когда гайку вы откручиваете, он ее срывает и сам останавливается. Ну, чтобы ее не потеряли там на высоте, когда роману не подвешен. Айбратная защита, нет? У нас есть, как у Деволта, такой люфт специальный, который позволяет выдерживать обороты. То есть вот этот люфт позволяет компенсировать ударные нагрузки. И плюс, когда, например, здесь это может быть не сильно актуально, когда, например, пыль забивается в эти направляющие, то бывает оператору тяжело вставить, потому что она налипает. И вот какой-то небольшой люфт позволяет проще это просто сделать. То есть это никакой не брак, это специальная функция. Так, из новинок у нас появился, значит, ну как базовый, не базовый, а мы просто поменяли патрон на металлический, такой самый наш ходовой шурик. А патроны какой фирмы? Так, пиков. Здесь 60 ньютонов. Ну, в принципе, все вот эти продукты, они уже были. Еще будет, ну, вот такой вот, ну как, мощный, не мощный, вентилятор для прогонки, прогонки воздуха. То есть он не греет, он просто, чтобы перегонять воздух. А всякими там функциями зарядки также. Да, и вот если... Так, видишь, если бы не включил, я бы не увидел, что у него подсветка есть. Можно подвешиваю, там, не знаю, как будет. Условно говоря. Ну, одна наша флагманская линейка, это линейка X6. У нас сейчас уже она ширится, да, и у нас добавляется снегуборщик аккумуляторный. Весь инструмент, он работает на, ну, на больших толстых батарейках 60 вольт. Газонокосилка себя очень хорошо подавала. Сейчас народ, как бы, ее активно начинает пробовать. Хочу показать на примере... На примере снегуборщика. Сейчас только я, сейчас только я возьму батарейки. То есть, это новинка, значит, аккумуляторный снегуборщик из интересных возможностей, которые у него есть. Это подогрев рукояток, то есть, мы можем в холодную погоду комфортно себя чувствовать. Сейчас система нагреется, у нас будут горячие рукоятки. Подогрев руля. Подогрев руля, да. И, значит, управление отбрасывателем, подсветка и, что можно сказать... В принципе, здесь мы можем регулировать, ну, поменьше регулировка числа и оборотов шнека. У нас, в принципе, вот все, ну, кроме подогрева руля, реализованы, как бы, в одном из младших моделей, да. То есть, не обязательно, как бы, вот такую навороченную модель брать. Но это, как бы, уже действительно машина, которая работает. То есть, она работает от одной батарейки. Если мы поставим вторую, мы просто дольше проработаем. Ну, и, опять же, хочу сказать по поводу сложения. Очень, очень быстро. Комфарсное с хранения. Да, тут буквально два винта. Два винта можно выкрутить. Да, ну, и я, в принципе, плоско его сложил. Сейчас я, в принципе, буду демонстрировать работу инструмента. Я вот просто его бросаю в воду. Да, он полностью у нас защищен, то есть, контакты залиты. Да, он не боится, как бы, влаги. То есть, где-то может быть актуально. Если у вас, там, например, в гараже, или где хранится, или, например, случайно вы попали в осадки, или в сырую погоду, да, вы можете эпизодически, как бы, этим воспользоваться. Вопрос, официальная IP-защита? IP68 здесь, официально, да. Аккумулятор только нужно беречь, потому что у него такой хорошей защиты нет. Такая хорошая защита есть на X6 серии. Мы сейчас с вами... Ответ, кстати, когда разбирал, еще там не было. Да, это было первое поколение. У второго поколения... Аккумулятор и ключи без аккумулятора, но под водой. Нет, просто так-то, если и Деволт бросить, он будет работать. Будешь снимать? Будешь. Будешь. Это эпизодически. Значит, сейчас мы будем что делать? Мы сейчас подадим воду на эту пилу. Это X6 наша модель. Линьки X6. Она полностью защищена. То есть тут защищен не только инструмент, но еще и аккумулятор IP68. Скучай, да, Лиш? То есть мы попали под дождь. Можете поближе подойти. У нас, короче, инструмент намокает. Мы как бы берем... Варь! Варь! Продолжение следует... Все, гаси. Мы не рекомендуем делать это пользователям, но, скажем так, чтобы продемонстрировать экстремальные условия, показываем, что инструмент, в принципе, выдерживает кратковременное пребывание во влажной среде. Друзья, перед нами есть аккумуляторный сникуборщик CENIX. У нас нет почему-то батареи. Мы в одну батарейку для Волк и батарейку Макита. Вставляем. В Москве сейчас я бы был и пойдемте убирать снять. Работает от разных аккумуляторов. Так сказать, получился микс. Девольт Макита CENIX. Дура, да? Дура, да? Это прямо мощь. Это прямо мощь. Дура, да? Дура. Дура.